приветствую друзья и сейчас ю тубе открылась новая функция называется спонсорство поэтому друзья если вы хотите как-то выделиться на канале дальше чтобы я вас упоминал на канале общение со мной в стримах напрямую вот ребят поэтому подписывайтесь на спонсорство и мы будем с вами общаться друзья ссылочка на спонсорство будет в шапке в описании и в первом комментарии к видео хорошего дня итак друзья мы приехали на штуки к артему я стрим закончил поэтому снимаю на камеру уже друзья помните его красивое место приехали с ребятами с немецким блогерами ведь сегодня так погодка такая немножко дожди накрапывает даже здесь мы в горах код такой большой майкун артема красавчик такой черный нельзя приблизить не тут камеру красиво как видно это ночью горит такие фонарики интересно сделала начинаем жарить колбаски сейчас разжигаем тихонечку такие вот хорошие красивые фужеры у артема ребят так что кто с нами хотел на шашлыки вот вы присоединяйтесь друзья на колбаски а мне не надо я потому что я алкогольное пиво я тоже безалкогольное пиво и вот ребят такие колбаски интересные и уже такая получается они разные что здесь зовут и все люди здесь разный такой суртида барбака и на барбекю такие вот разные колбаски интересные вот такой я раньше всегда разливал кто-то разжигает кто-то там готовит я всегда водку разливать так было сам компания деревенский деревню мы разжигали каждый день костры и что только не делали для меня это нормально ребят ссылочки будут в описании канал артема канал марка канал юрия будет в описании так что подписывайтесь друзьям на канал и ребят такая у нас классная тусовка в горах вот ребят кто хочет узнать сколько вообще стоит дом вообще цены и обслуживание сколько вообще цены по поводу автономного дома вот на канал артем проходите артем все уже об этом рассказал на видео и подписывайся на его канал там все подробно информации сколько здесь что стоит как лучше брать какие цены так что все это есть где классно здесь вот такая табличка аларма называется это охрана дали получается вот ребят у них такая вот очень удобно да вот раздувание ведь ребят очень удобная штука вот полиция аларма и туда вешается что охраняется виде такой охраны здесь она используется для раздувания до конца у марка быстро получается и пойдет отлично мусор соберем палочки всякие ага вот делаю закуску сыр с разными хамонами сегодня нулевка да о классно как и бассейн нулевка нулевка супер Так, и, друзья, Марк учит, как надо правильно пить вино. Смотрите, какой фужер, видите, он большой. А почему он такой большой? Рука. Засовывайте вот так под нее. Видишь, она, рука, ложится полностью. Вино, она терпкая изначально, горчинкой. Когда ты руку положил, тепло выделяется на этот стакан, распределяется. И вот этот вот, ты его сразу не пьешь, ты держишь его, чтобы вот это тепло, руки сюда. Вот эта вот горчинка, вот эта терпность, да, она уходит. И потом потихонечку пьешь, но не пить залпом, никогда вино. Вот. И сидишь, общайся. И вот это вино растягиваешь на полчаса. Вот смотри, какая тягучая, она очень хорошая. Вот такая, да, да, вот, смотрите, смотрите, она, видите, тягучая. Это дорогой, родочек? Это хорошая или дорогая? Она дорогая, не обязательно, она хорошая, может и дорогая, я не знаю, я не видел. 10 евро, это что, дорого? 10 евро, так это дорого, очень дорого. Это дорого вообще, тут, я думал, там 3-4 евро это надо было. Давайте мне тогда тоже плеснуть, чуть-чуть. На Германии, это она хорошая, нормальная вино, 10 евро. А кто, кто убирал-то его? Марк убирал, да? Грудой, это 10 евро вообще. Тут по еврику, до евро вообще здесь пьет, у меня, закрой. Нет, вообще с 10 евро начинается вино. А, с 10 евро. Вот смотри, я с чем говорю, ишь палец, хоп, зашел. Вот оно, поэтому оно дорогое. А как называется так, ну-ка, скажи, пожалуйста. Ребят, кто разбирается, скажите, хорошее вино, не хорошее? Миракли. Шпания, Валенсия. Местная. Так, 2019 год, ух, слабоватая. По годам. Так, но с иных годов вина тоже, знаешь, роли не такой не гнать. У нас в Германии вино есть 5-летнее, а стоит 1,5 евро. Давайте, ребят, со знакомством. Опа. О, как красиво вообще, классно так. Красно. Тумболь. И французы, смотрите, знаете, француз наливать? Вот это много налил ты, Алексей, видишь, ты же француз. А, я, к сожалению, ребят, просто не знаю этих... Ты должен наливать глоток. Глоток наливать? Всего лишь? Вот такой бокал берут, вот так и глоток. Немножко держишь и выпиваешь. Она должна выйти вот от терпкости, и тогда вино вкусное. И вот как повешь, да лоточек пропиваешь. Да, да. Вот так, да, вот так? Слушай, классно. Он перемешивается с кислородом и раскрывает свой вкус, понятно. А, вот так, да? Ты же в Франции был или нет? Ну, я приезжал, но я просто нюансы не знаю, наверное. Ты там не был, где надо быть. Особенно еще устрицы свежие, живые, с лимончиком, и это вино. Вот это будет кайф. Белое, белое, белое. Белое вино. Ой, только не уст. Мне вкус такой интересный. Только не уст. Вкусно тебе. Ну, как всегда любительный, я согласен. Я тоже так же, но когда я поехал на Ла-Манч, и мы сидели, шикарно мне понравилось. Просто я не ожидал, что мне понравится устрица. Я думал, ну как это можно есть? Ну, вот я поехал пробовать в Мишленовский ресторан, в Эликанте, двухзвездный устриц, потому что я до этого никогда морепродуктов ел и не любил. И, в общем-то, есть их можно. Но одна попалась плохая, и у меня было жесткое травление со скорой потом. Ага, нет. Мишленовский ресторан, в Мишленовском? Да. Да ты что, это вообще такое считается самым... Я рядом с домом, где ты живешь сейчас, просто упал на асфальт, вышив, выйдя из машины, потому что я не мог идти. Я задыхался, короче, у меня устрица с новичком была. С новичком, ладно. Это который, да, да, понял. С новичком еще все слушают. Очень круто. Очень круто, конечно. Вот у меня как бывает. Видите, даже в Мишленовском ресторане, оказывается, можно отравиться. Нет, ну а я устрицы ел. Я не ел. Пять часов утра подъезжает корабль, он их выловил. Я вообще никогда их не ел, сейчас он так же. Они живые. Мы когда во Франции там отдыхаем, я люблю, как французы, они там в Монтельфете это было. Они складывают, раз, обеденный стол, так бац-бац, быстро сложили вино, и вот эти устрицы у них. Я тогда на них люблю посмотреть, порадоваться за ними, как они их едят. Но я не понимаю, их жевать же не надо, да, их сразу продавал. Глотаешь. А тогда смысл там, в чем еще? После вкусе. Весь кайф тогда, когда ты съел, глотнул и вино запил, и вот ты получаешь вот это наслаждение, вот это вот. Ну плюс они для мужского здоровья хорошо считаются. Да, я думаю, что это привилечено. Нет, нет, я тебе говорю, есть. А что там есть тогда у них тогда? Там абразидияк называется, да, вот это? То, что влияет на мужское здоровье. Да, конечно. Да их надо есть. Да их надо есть. Не, просто я не понимаю, она живая, вроде. Я там еще когда-то давным-давно еще там одна алкогольная. Надо не шевелиться. Надо не шевелиться. И он там их покупал, и он на нее так говорит, смотри, вон. Капает так лимонами, и они так все дергаются. Да, и резко бокс. Все главное, все они. Не та, на которую капают, а все. То есть они как-то пищат, какого-то, ну так. Они сеть все соединяет. Да. А я на ней, вам кажется, типа они так пищат на таком, что он наши уши не слышит. Да-да-да, как дельфинчики. Да-да, дельфинчики. Да. Не, ну я вот тогда, шикарно, я поел вот такая вот поднос, лед, и вот эти устрицы, лимонечка. И вино, и вот ты пьешь, и тебе этот месье раз наливает. Глоточек. Одну устрицу, он тебе еще один глоточек. Он стоит всегда с тобой с вином-бутылкой. У нас они всегда в метро можно по утрам купить. Судрючка, они привозят, они свежаковые. Также еще много других морепродуктов, но они более экзотические, тут уже на любителя. Там есть еще раз. Обалденный сыр. Вообще. Вот этот. Какой-то козий, да? Какой? Вот этот такой вообще прям. Какой-то? Вот этот. Желтый этот? Да, желтый. Такой вкусный мой. Амсадан. Очень вкусный сейчас, попробуем. Там медь травка там, это есть. Ребята, этот желтенький вообще очень вкусный сыр. Вот зелененький, видишь, это с травой. Это из Голландии. Сейчас попробуем лед. С Голландией? Да, смотри осторожно. Какой-то голландский. А потом буду тебя искать здесь будут. Что вы называете сам Сайдан? Покарам. Здесь Алексей, вышел, стримить. Да, да, сейчас я куда-нибудь пойду стримить в горы. Сейчас ты наездил, это голландская травка. И вот сюда стрим. Кстати, Артем, я даже не знал, оказывается, здесь у меня симка нормально берет, мы доехали вообще. Мало отключалось, поэтому у тебя здесь такая зона, я думал, вообще прям глушняк полный. А тут оказывается, все, интернет работает, все, все есть там. Ну, только в одно месте, когда вы ехали. Да, 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 отключалось там в одном месте. Там все отключаются. А, всем, вот. А так здесь все нормально, я не ожидал вообще. Ну, до этого я сюда приезжал, ехал, английская симка у меня была, она отрубалась. А это видно испанское, через Movistar, Диджи. Поэтому здесь вообще нормально. Что с тобой произошло? Отравился вчера? Ты говоришь, болеешь, отравился вчера что-нибудь, да? Да нет, вот, застудился немножко. А, застудился немножко. Корона еще, сейчас же все корона. А, все корона, да, да, точно. Я вчера уже чихал, все юно говорит, корона. Ну, я говорю, сделай тест. Тест, надо, у нас же тесты обязательно. У нас немцы интересно тест проводят. Пошел туда, тест провел, второй тест. У нас в городе там 4-5 этих тестов-центров. И вот он 4-5 тестов провел. В двух показала он болеть, в трех не болеет. И он говорит, что мне делать, болею я или не болею? И у нее документы на руках, вот, два больных, что он болеет, и три не больные. И он, он пришел на работу и говорит, ребята, определиться. И я здоровый, но мне сказали, что я больной. Интересно. Я тут в субботу посмеялся над испанскими мерами предосторожности. Они же сейчас не пускают в аэропорт на вылет провожающих. Только если у тебя билеты есть. Вот. И, короче, все приходят. Предбанник полный народа просто набит. И стоит захранник, который проверяет билеты и не пускает, чтобы там не перезаразились. А предбанник вообще просто толпа там такая стоит. Ну, где то уже. Уже вот у них край вот этого уже перекрыл. Да, да, в аэропорту же тоже мы когда-то улетели. В Украину мы улетали, в Киев. Тоже все должны стоять там нарисовано. Далеко один от одного стоит на такие разгучи. И потом раз, и все, ну, типа, очень длинное расстояние. Один от одного должен стоять. Там все, и потом все холодильцы махлены. Все, все сели нормально, да? Смысленно вообще вся эта чушь такая. Вот что значит, деревня вырос. Деревня вырос? Да, деревенские. Деревенские, да? Даже вроде около Ташкента где-то. Деревня. А, деревня прямо? Деревня, 16 километров от Ташкента. Угу. Деревня вырос, немецкая. Вот, ребят, Марк разжигает. Классно что-то. Получается, так, 178. Топор. Колун. Колун, да, тихонько надо тут. Агентство, да, все за 178. Угу. Уезжаем на 4, да? Да. 4. Сейчас 700. Продолжение следует... Потому что там жить, когда все это начнется, опять невозможно. Ну да, жить там. Хотя в доме одна бабушка испанская купила квартиру, такая, садили лет 80, и ей там нравятся. Наверное, там вяжу, когда радует до старости лет. А что потом? Какие планы? Сады-то продают. А потом придут. Хочу баню здесь построить. Бани нет у вас? С вениками. А, да. Но тут ближайшая баня 70 километров. Нет, у вас здесь нет бани. Нет. Ну, а это без нее никак. У меня есть проект, потому что люди из Бенедорма в Ганди ездят 70 километров. А там бани, извините, 50 евро в час стоит. Нет, это хороший проект. Хороший. Это 100% валя. Тут нет вообще. Тут есть только испанские сауны, которые там 60 градусов нагревают. Да, это погреться на солнце. Да, и тем более здесь такая природа. Это вкладка. Круто. Что сказать. Я даже не знаю, что в Испании идет вообще. С самого конъюнктура еще я даже не понимаю, что интересно это все по бизнесу. После Германии вообще сложно где-то. Приезжаешь, там говорят люди, вот, там столько заработок. Это все, так кажется, вообще так все нереально. Кажется, как вообще где-то можно заработать. После Германии, кажется, нигде заработать невозможно. Я из России тоже, там, из Москвы. Ну, в Испании точно нету. Я не знаю, тут какие-то бизнесы, там, вообще ничего. Это только сфера услуг. Да, да, да. Больше ничего не разумеется. Что такое, рестораны, там, вот, давай. Да, у вас же это не развито, как у Германии. Блин, я еще когда приехал сюда 6 лет назад, тут даже интернета оптики не было еще. В Венедорге. Тут было, это, АДСЛ. Помните, такой еще был раньше. По телефону, проводам. Да, да, да. И она только стала появляться, вот, в эти 6 лет. Вон, 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 вон. Да. А с Германии, конечно, там, если мы строим что-то, например, там, квартирный дом, то есть мы только его купили землю, уже, там, начинают отделать документы, уже все квартиры проданы сразу. То есть даже никто по-другому работать не будет. Банки даже говорят. 50% только, когда продано, они только тогда деньги на стройку дают. То есть там, мне когда предлагают, там, в России тоже, там может что-то строить или где-то, я вообще когда смотрю, просто за голову, ну, страшно просто. Потому что неизвестно, как бы. Я из Латвии сам. Там у нас тоже такое, в Латвии тоже такая вот конъюнктура, что типа построил дом и ждем, там, продали квартиру, что-то. То есть, в Германии такого, конечно, нет. Нет, в Германии сначала клиенты, уже все заплачено, только потом уже строят. Если этого нет, никто строить не будет. Как же, как же. Зачем сделать это? Да, да, с гарантией, всегда с гарантией. 100%, 110%. Только в этом случае немцы начнут двигаться. Если нет гарантии, 110%, они сразу чувствуют. И заработок там 100% есть, и тогда, а, 100% может заработать. Ну да, тогда нормально. Только начинается. У немца есть немца. Да, да. Потому что там у них такие заводы, которые там 5000% они зарабатывают. Да ладно, серьезно? Конечно, конечно. Ну, Volkswagen, сколько эта машина там взвесит, и сколько она там весит, эта груда металла там тонну. Это же все копеечное. Все детали. В Испании считается, что если 5% на бизнесе зарабатывается, то это уже супер, и такой бизнес они никогда не продадут. Да? Да. 5%? Да, это если в длинную. Это если в длинную. Это если в длинную. Я, правда, немножко по-другому считаю. Например, я даю 200 тысяч евро, например. Я покупаю земляной участок в Германии, и потом мне дает банковское плечо еще, например, 800. Или там миллион 800, чтобы 2 миллиона было. И потом все это я реализовываю, и чистый заработок я считаю, тогда я минимум 200 тысяч, там, 300 тысяч заработаю. То есть из моих вложенных 200, я 300 вытягиваю. То есть получается, что 100% я больше заработал. То есть так считаю. В Германии были? Хотели они сделать, ограничить в Германии на 5 тысяч процентов, чтобы только можно было. Но потом в бунстаге не прошло. Что типа больше, чем 5 тысяч процентов? Ну нет, все они хитрые. Они всю Европу подмяли под себя. Все. Все работают на Германию. Сначала Чехия, эти все республики. Потом французов, всех фермеров подмяли под себя. Испанию. Ну, Испания, это туризм и фермеры. Это огород. Огород, да. На то дело. Все. Вот, вот, все, все от вас к нам. И за копейки. Многие пенсионеры тоже едут сюда, потому что в Германии пенсии очень маленькие. Вот сейчас мы заехали в магазин, все немецкое. Даже вам колбаса на немецком, вот написано. Это у вас продукт покупаем. А походу здесь, наверное, немцы или что? Я не знаю. Ну, все продукты немецкие. Ну, вы же внизу заехали. Да. Ну. А немцы любят такие места. Они не живут города. Немцы живут именно вот подальше. Пригорода, да. Да, они любят тишина, чтобы все было под контролем. Они не любят толпа бегущая. Это для них все шок. У нас вот большие города, как Франкфурт, или что. Немцы сразу все продают и в деревню. Говорят, не дай бог. Работают там, но живут подальше. Они говорят, нам это не нужно, бардак. Зачем? Они любят выйти вот так вот, сауну построить хорошую. У немцы сауны, как немецкие бани, хорошие такие. Чтобы они вышли, попались, голенькие. Вот этот лягут голый лежат. И чтобы никто не тревожил. Вот это их мечта. Так среди немцев тоже в бане пойдет, что-то? Получается. Ну, конечно. Знаешь, что это бани? Конечно, конечно. Там надо русская бани любит русскую, как сумасшедшие. У них там сто с чем-то грамот. Только там надо специальный. Там есть процесс такой, аугуст называется. То есть там все заходят. Каждый час там, например, там сходит такое. Все люди заходят, закрывается дверь. Там вешается. Все, нельзя заходить больше. Вначале они как? Открывают дверь. Свежий воздух запустит. Все, свежий воздух. Все выпустят. Потом все люди заходят, закрываются. Да, предупреждают, что кто не это, выходите сразу. Потому что выходить потом нельзя. Нельзя вводить. Да, и тогда давай. И парилка начинается. Он начинает накидывать. Да, ведро берет воды. И туда эвкалипт, масло вот этим с запахом. И начинает наливать и раздувать. И это три раз проходит. Там обжигает. Просто вот уши закрывает. Все. Можно отдельно еще делать такие темы. Например, вот в Кернской нашей бане там есть плачешь. Например, 20 евро заплачивает человек. И заходит тогда один раз. Ему дают специальный там крем. Такие смазки разные. Мелод. Мелод там обмазывается. И вот сидит тоже. Немцы очень любят. У нас в каждом городке маленьком это сауны, сауны, сауны. И стоит у нас 6-8 евро. Да, вот цены копеечные. Любой фитнес-клуб, сауны. Везде, всегда. Да, но тут реально некуда сходить. Зимой сижон. Очень любят. Да, у нас это обязательно прогреться. Немцы это, у них это субботу или что, всю семью и сауну. Все, прогревается. И они же не просто там сидят. И пиво пьют, и общаются. Они целые 10. С утра заходят, вечером выходят с этой сауны. У нас там сразу видно. Сюда бросим, сгорит сейчас. Не надо. На, ты что, угли. Эти угли сожгут. Все, Юр, руку сожжут. Только давай, прям по правильному. Чуть-чуть. Бросай, а не ничего. Да, да, гад такой. Господи. А, все, все будут учиться. Те более не имеют. Ну, Алексей-то был в саунах немецкий, да? Тебе понравилось? Вообще, я просто балдею. Просто, я туда весь бюджет наркотия не был. А, женщины, горенькие сидят. Девушки, приятно. Да, у нас в Термске, помнишь, мы были? Ну, Марк, конечно. Платим ни за что. Ну, это понятно. Это понятно, Марк. О чем мы и говорим в твоих видосах, что если у тебя есть гражданство Германии, у тебя есть привилегии. Ну, согласен, согласен. Да, для тебя, ну, нету работы, не хочешь работать. Ну, вот ты сказал, не хочу я работать, у меня кризис. Для Алексея там рай бы был, да? Да. Он на социале бы пошел. Да, ну, в Испании-то тоже надо платить для иностранцев. Да, да, да. Там свои хитрости. Это не в открытую, но все равно они берут по полной. Где-то? Ну, я с ним приеду сюда жить с немецким паспортом. Ну, понятно. Меня они еще будут платить социалки. Живее сколько хоть. Не социал еще. Они говорят, 600 евро будем платить, переезжай. А вот есть и больше. Алеша, я думаю, что ж уже готовишь. Это дорогой? Я просто узнал. Мне говорят, когда приедешь сюда, не будешь работать. Просто сиди дома. Вот этот сыр просто обалденный вообще, с трюфелями. Очень вкусный. Плюс еще в каждую неделю иди продукты бесплатно забирай. Юра угостил. Я думаю, какая мне нравится танцы здесь, здесь можно паспорить тринадцать. Спасибо, Юр. Вот это привилегия европейцев. Вот мы с тобой сегодня заполняли декларацию Америки, да? Да, да. На русском написали. Ну, послали нас подальше. Говорит, засуньте свою кириллицу туда. Я Алексею говорю, пиши по латинице. Латинице, да. Все прошло, все. Задекларировали, 0% сделали ему. А, подожди, ты это в Америку расстал? Я ему в Америку расстал. Это марк, ничего не. Я сегодня спонсорство оформил. Вы меня на канале уже остановили. Спонсорство мне все сделали. Я так не мог бы сделать. Спонсорство на канале. Что ты позже сделаешь, когда там подписишься? А 4%. Ну, это люди, которым канал твой нравится, они пишут спонсорство. И там, например, есть? Уже есть? А, в смысле, на канале написано спонсорство. Уже я пошел, уже я отдал. А, ну вот там это есть, да. Уже узнал, сказали, иди, Вася. Да, не надо. Я взял два документа. Там это, вот, какие подписчики, 30 тысяч, по-моему, подписчиков. Они посмотрели, говорят, все, ты платишь налоги. Только если ты будешь получать больше 1000 евро, то в этом случае ты будешь... Все. Ребят, давайте. Хорошо сидим. Я уже даже узнал, Юр. Классно здесь. Артем, спасибо. Классно у тебя. Комфортно. Ну, Алексей 0%. У них с Россией есть, с Америка договоренность насчет налогового. Ну, Ребята, вообще, конечно, вкус такой чуть-чуть. А это за что этого? Синькова-то. Американца там, дуй туда. Он что-то, видно, какие налоги там не уплатил, как я понимаю. А, в Штатах, да. У нас в Германии сразу надо финансам тебе подавать, чтобы ты имеешь доход в Соединенных Штатах. Да? Сразу бац, целая кипа документов. Ну, тут видно, да, для Германии все, я все-таки... Ну, где-то около 100-200 евро в год отдельно надо платить еще. Еще. Чтобы тебе документы эти все расправлять. Да? Это в смысле, что ты в Америке что-то живешь, или... Ну, как, ты приходишь и сдаешь каждую, ну, декларацию каждый год надо сдавать. Там зачеркиваешь. Там есть такая, получаете деньги из Соединенных Штатов какие-то, есть заработок. Туда как-то кликаешь, туда сразу бац, целая новая анкета там огромная появляется. В России тоже непростые отношения со Штатами, да. У меня, когда я дома продавал, были покупатели с деньгами в Америке. И сюда их притащить, перевезти сложнее, чем из России даже было. Да. Из Америке. Что-то они очень их не любят. Европа. Они, наверное, мне кажется, они же хотели... Они сейчас делают. Я думаю, Байден, Битон, он сейчас обязательно сделает вот этот трансатлантический, вот этот пакт они заключит. Я думаю, доведут до конца. И я думаю, то, что они не сделали тогда, что Трамп все остановил, они за счет этого вот эти жесткие, эти меры все ввели, чтобы как бы американцы, типа, чувствовали, что неудобно им здесь в Европе. Да, 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 да. Ниже конфликт. Насчет машин немецких, конфликт. Да. И так далее, и так далее. Особенно насчет газа. Германия закупает газ, проводит. Американцы говорят, нет, у нас будете покупать по три раза дороже. И немцы говорят, ну зачем нам покупать, у вас, когда с Россией идет и ближе, и дешевле. Не, ну сейчас немцы этого бидона они поставили, поэтому они все нормально будут. Поэтому Трампа это и убрали. Ну да, Трампа русские ставили. Это, как бы, можно сказать, Россия против Германии. Они вообще америкосы за людей там не убедили. Я маленький кусочек там коту дал, ничего страшного. Кого? Сыра. А, ничего страшного. А что с котом будет? Да, просто я там хотелось взять его. Спасибо сказать. Ты ему с травой дал сыра? А, сейчас гулять пойдет. А, сейчас замелкается. А, Алексей, ты думаешь, мы шутим? Чего? Там с травой не ешь вот тут сыра. С грибами, с грибами. А, с грибами-то? Не, я вот это дал. Это грибы, глюцоген, глюцоген. Ушел. А, это, слушай. Где опять измерение включится, ты пойдешь общаться. Плюшки, кстати, продаются с этой самарихуаны. Здесь тоже такой, да? Это с грибами, не с марихуанами. А сыр есть с марихуаны, нет? Итак, друзья, ссылка на канал, ребят, будет в описании и в первом комментарии. Поэтому подписывайтесь и смотрите интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.